Задолженность по заработной плате и мониторинг цен на продукты первой необходимости. Часть вопросов, которые сегодня обсуждались на заседании антикризисного штаба. Также без внимания не оставили присутствующие тему неплатежей за коммунальные услуги тех горожан, которые проживают в муниципальном жилищном фонде на основании договора служебного и коммерческого найма. Одним из первых вопросов, которые предложил обсудить глава администрации города Олег Черевко, он же и возглавляет антикризисный штаб, касался ввода в эксплуатацию жилых домов по улице Школьной. Застройщик – строительная фирма «Дом ЭКО», которой руководит Василий Зелёный. Именно ему были адресованы основные претензии. Мы так вот пошли в третий раз вам навстречу. Сколько раз ещё нужно идти навстречу? Вы не сдержали своё слово по геологу? Не сдержали? Слово давали? Да или нет? Не сдержали? Два дома, которые должны были быть сделаны в этом году, не сдержали? Что я ещё должен сделать? Есть обязательства – будьте добры их исполнять. Никакие тут отговорки даже звучать не должны. Я хочу чёткого понимания, когда люди получат квартиры и будут ли исполнены обязательства. Всё, больше ничего. О своей репутации заботьтесь сами. В свою очередь Василий Дмитриевич пояснил, что несмотря на все трудности, строительство жилого дома продолжается. И они делают всё возможное, чтобы сдать его в эксплуатацию в октябре 2015 года. У меня больших проблем нет в плане того, что мы в октябре построим этот дом. На данный момент сейчас ведётся монтаж каркаса, колонны пришли, 20 человек работает. То есть, почему октябрь месяц? Потому что, ну реально, зимой сейчас мы подвиги не совершим, потому что там зима связана с монолитом, с борным железобетоном. То есть, реально октябрь месяц мы этот обездаем. Далее прокурор города Михаил Кобычев рассказал присутствующим о фактах задолженности по заработной плате. Всего в 2014 году сотрудниками прокуратуры было выявлено более 200 случаев задержки оплат труда. Вынесено 19 постановлений о возбуждении дел по административным правонарушениям. 17 должностных лиц были привлечены к ответственности. Ещё одна не менее актуальная тема, связанная с невыплатами, касалась задолженности по коммунальным услугам. Задолженность работников предприятий по договорам служебного найма, то, что они должны за ЖКУ, управляющим компаниям и РСОшникам, составляет порядка 2 миллионов. Задолженность населения, проживающего по договорам коммерческого найма, составляет порядка 12 миллионов. В первых строчках списка должников сотрудники городской больницы и управления образованием. Этой теме сегодня было посвящено отдельное совещание. Представить по каждому факту, либо факт, подтверждающий оплату задолженности, либо копию договора о рассрочке платежа. Если по какому-то моменту не будет этого сделано, тогда сразу после Нового года, начиная с 12 января, мы начинаем массовое обращение в суд на выселение. Либо с предоставлением более низкого по категорированию жилья, либо совсем без предоставления жилого помещения. В следующем повестке значился вопрос о состоянии дел на рынке труда. Исполняющая обязанности директора центра занятости Елена Щербакова в своем докладе рассказала, что на 1 декабря в Лавутнангах численность безработных граждан составляет 200 человек. Но это количество в следующем году может увеличиться в связи с сокращением работников сразу на нескольких городских предприятиях. Завершающим вопросом, который обсудили члены антикризисного штаба, стал мониторинг цен на топливо и продукты питания. По итогам проверки, наш муниципалитет стал лидером среди других городов округа по повышению стоимости нефтепродуктов. В течение года топливо подорожало на 9%. Прослеживается и повышение цен на продовольственные товары. По результатам мониторинга на территории муниципального образования, в декабре 2014 года выявлено повышение цен на отдельные виды продовольственных товаров. К ним в частности относятся крупа гречневая, яйцо куриное, масло сливочное и сахар. Глава администрации Олег Черевко обратил особое внимание на всю важность мониторинга цен на продукты первой необходимости и недопущения необоснованных повышений. Также было принято решение проводить заседание антикризисного штаба в ежемесячном режиме. Максим Швец, Кирилл Сементьев, программа «Времестное». Я думал, что...